А знаете, как я купил в Китае роутер AC1200, RT-AC1200 от Asus? Ну, вот моя история и обзор этого самого роутера. Поехали. Привет, это Технозон. На самом деле роутер очень и очень не свеж, и очень и очень он уже не новинка, но я вам объясню, что произошло. Я рылся на просторах Алиэкспресса, выбирал роутер в одно наше помещение и наткнулся, мне нужен был дешевый роутер, он нужен был для работников, и наткнулся на вот такое вот объявление, на магазин, который продавал роутер Asus RT-1200GU, и в принципе там был 1000 мегабитный LAN, и думаю, блин, ну если это AC1200GU, то за такие деньги, там за 41 доллар, по-моему, очень даже неплохо. Я, конечно, его грибанул, когда он пришел, я увидел, что это AC1200RT простой, и здесь 100 мегабитный LAN, но не столь суть важно, купили так купили. Все-таки решили посмотреть, что это за роутер, за его цену, дальше мы посмотрим с вами на, скажем так, на 4PDA, на 4PDA характеристики, и сразу скажу, на 4PDA есть под него прошивки под A1, у него есть USB 2.0, к которому можно подключать жесткие диски, но скорость течения по самбо, ну, ни то ни сё, там, до 10 мегабайт в секунду, даже через Wi-Fi 5 ГГц, я тогда не понимаю, зачем здесь 5 ГГцовый Wi-Fi, если он больше сотки выдавать не может, даже внутри сети, то есть два устройства, подключенных через Wi-Fi 5 ГГц, они, ну, будут работать вот так вот, то есть, мы, честно вам скажу, разочарованы данным роутером, он не подходит для TV-боксеров вообще, то есть, организовать полноценный самбо-сервер для просмотра тяжелого контента здесь не получится, то есть, высокобитрейтовые фильмы, они здесь нормально проигрываться не будут, например, тот же Gemini, он будет здесь зависать, это однозначно, потому что у него средний битрейт 90 с чем-то Mbps, а этот выдает 80 и плюс в Gemini в пиковых больше 100 Mbps битрейт, поэтому, ну, такое себе интересное занятие, в принципе, подойдет он для тех, у кого 100 мегабитная сеть, и так чисто распределить эту 100 мегабитную сеть честно между всеми устройствами, я покажу в тестах, как между смартфоном и компьютером, они тупо сотку делят, ну, смартфон берет 40%, компьютер берет 60%, это именно в одной сети 5 ГГц, больше тестов никаких проводить не буду, потому что роутер нам, откровенно говоря, не очень интересен, хотя для некоторых он может быть, не знаю, чем-то более-менее интересным, ну, а в принципе, подписываемся, нажимаем колокольчик, а, забыл сказать, как он поставляется, поставляется он вот такой вот коробочке, открывать нечего практически, рассматривать нечего, здесь 4 LAN порта, 1 WAN порт 100 мегабитный, есть кнопка WPS, есть USB 2.0 и кнопка включения питания, кнопка Reset и разъем самого питания, спереди у нас есть стандартный такой Asus'овский дизайн, и спереди есть огоньки, 4 антенны по 5 dBi, больше ничего в нем интересного для нас нет, что ж, подписались, нажали колокольчик, в описании под видео ссылка на него, в описании под видео ссылка на условия очередного розыгрыша, но сейчас мы берем этот роутер и переходим на AliExpress, тонов педей и на краткие тесты, вернемся уже к выводам, поехали! Итак, мы сейчас на AliExpress, и вот я вам сейчас покажу, что же меня заинтересовало, вроде написано Asus AC1200, а в характеристиках написано RT AC1200GU, чтобы вы понимали, ну так вели они в заблуждение, если перейти на сайт Asus, то мы увидим, что в данном варианте у них скорость 1000 мегабитный LAN и WAN, и думаю, ну классно же вообще, то есть есть 3, 4, 4G data sharing, и есть принтер сервер, в 1200 у нас, если мы пойдем на сайт 4PDA, посмотрим там наши, скажем так, технические характеристики, то мы увидим, что здесь у нас LAN в 100 мегабит, вот, мы можем здесь посмотреть, RJ45 100 мегабит, и RJ45 для WAN тоже 100 мегабит, идем с вами в админку, админка у нас сейчас подключена, мы сразу воткнули туда жесткий диск, все отлично, мы видим, что у нас есть клиенты, один, это в частности мой, о, он запросил пароль, ну ладно, о, уже два клиента, ну давайте посмотрим, кто тут подключился еще, два моих десктопа, ну короче, ладно, неважно, один через LAN, другой через Wi-Fi, слушайте, ну, в общем-то, стандартный админка Asus, возможность организовать гостевую сеть, удобно, есть диспетчер трафика, QoS, можно включить ограничения входящего и исходящего трафика, скорости, есть родительский контроль, где вы по времени можете устанавливать по MAC адресу устройство ребенка, будет включен интернет, либо нет, есть USB приложение, которое в частности организует UPnP, медиа сервер, либо сетевое окружение SAMBA, также он поддерживает iTunes сервер, это тоже достаточно неплохо, в разделе беспроводные сети, мы можем организовать с вами 2.4 сеть и 5 ГГц, вот, пожалуйста, 5 ГГцовая сеть управления, есть возможность у нас поменять имя сети, скрыть SSID, режим беспроводной сети N, вот, кстати, здесь он в 5 ГГц поддерживает N, меня часто спрашивают, где такое есть на бюджетных роутерах, здесь есть, есть у нас N-only, Legacy и NAC микшер, микшированный режим, плюс у нас в данном роутере есть возможность выставить 80 МГц, принудительно, обычно оно идет микшировано, каналы у нас открыты, 149, 153, 157, 161, 165, в данном случае, я, конечно же, предлагаю сразу же сшить на прошивку подаван, прошивки подаван, на 4PDA есть, и они позволяют организовать и BitTorrent, и плюс, смотрите, какие здесь плюшечки есть, VPN сервер, VPN клиент, меню Network Traffic, меню System Log, меню Customization, добавленная консоль, добавлена поддержка USB модема и принтера, и добавлена функция Network Neighborhood Share, это, это очень круто расширяет возможности этого самого роутера, также у нас есть WPS, фильтр, Mac адресов, здесь абсолютно все стандартные опции, которые присущи роутерам Asus, есть настройка Radius, и в профессиональных, давайте сейчас посмотрим регион, попробуем включить, например, United States, применим и посмотрим, какие каналы у нас откроются, просит нас заново войти, и пойдем посмотрим, какие у нас появились каналы, давайте, вот, у нас в режиме United States появились 36, 40, 44, 48, 149, 153, короче, смена регионов в профессиональном режиме, вы можете выбирать те каналы, которые вам необходимы для 5 ГГц, это очень удобно, плюс у нас здесь есть различные тонкие настройки, которые позволяют нам настраивать более интересно, вот, кстати, вот, кстати, у нас есть скорость на адресной передаче данных, это очень удобно, слушайте, ну, классно, все, то же самое у нас есть и в беспроводной сети 2,4 ГГц, вы здесь можете менять ширину канала, вы можете опять же выбирать каналы, но для этого вы можете профессионально выбрать регион, для того, чтобы понять, какие каналы вам нужны, какие открывать, в разделе локальная сеть, вы можете задать IP адрес базовый, плюс маску под сети, под сети есть управление DHCP сервером, есть управление маршрутами, и плюс у нас есть поддержка IPTV, то есть у нас здесь есть поддержка различных профилей провайдера, есть у нас выбор порта IPTV, то есть вы можете назначить на LAN порты, через какой будет сделать проброс этого самого IPTV, и поддержка специальных приложений, в разделе интернет, вот так вот у нас здесь тонкая настройка раздела интернет, вы можете сами назначать мануально IP адрес, но у нас есть переключатель портов, это отлично, переадресация портов, DMZ, Demilitary Zone, DDNS, и над пастру, то есть вы можете пробрасывать, PPTP, L2TP, IPsec, RTSP, H323, SAP, и включить ретрансляцию PPPOE, вот так вот, PPPOE, я так ее называю, есть поддержка IPv6, есть BrandMaur, BrandMaur, вот кстати в BrandMaurе мы можем включить фильтр URL адресов, это кстати классно, особенно для детей, когда вы не хотите, чтобы ребенок попадал на какие-нибудь сайты, включить фильтр ключевых слов, это очень важно, фильтр сетевых служб, и BrandMaur для IPv6, в разделе администрирования у нас есть возможность выбрать беспроводной роутер, либо режим точки доступа, в разделе система здесь очень много тонких настроек, которые позволяют задавать пароль, SSH включать, активировать WPS, устанавливать часовой пояс, и очень много всего остального, также можно обновить микропрограмму, и управлять настройками, в частности сбросить на заводские, сохранить, либо восстановить настройки, есть системный журнал, и сетевые утилиты, типа PING, TraceRoad, NSLookup, Netstat, и WakeOnline у нас тоже здесь поддерживается, все нормально, не буду долго томить, давайте сразу проверим, наш этот самый, Samba сервер, диск у нас уже подключен, подключается он элементарно, через подключить сетевой диск, Windows 10 он поддерживается, скопируем какой-нибудь файл, посмотрим, что он может, я как бы вангую, что здесь все-таки, во-первых, USB 2, во-вторых, вот эти 100 мегабитные ланы, вот он через Wi-Fi 5 ГГц, Wi-Fi, да, мы сейчас подключены, Wi-Fi 5 ГГц, он выдает, ну, вот такое вот, до 10 мегабайт секунд в пике, это 80 мбпс, максимально то, что мы видели, то есть, он не подойдет для хранения огроменных фильмов, даже при подключении через Wi-Fi 5, это будет проблема, то есть, вы здесь можете просто хранить файлы, и использовать его для, скажем так, просмотра тяжелых фильмов, я бы не рекомендовал, потому что он не справится, подключен к нему сейчас, SSD диск достаточно быстрый, возможно на прошивке подаван что-то лучше, но имеем, что имеем. Давайте же переходить к спид-тесту, протестируем, ну, вообще, многие меня спросят, для чего здесь 5 ГГц, я вам скажу, 5 ГГц здесь необходимо для большего количества, для большей ширины канала, для большего количества подключенных устройств, одновременно это действительно хорошо, и плюс 5 ГГц не такие засранные, сейчас не такие засранные, как 2,4, для того, чтобы сохранять стойкую скорость, кстати, он на 5 ГГц выдает вот 90 МБит секунду стабильно, вот 87-90 МБит, мерцает туда-сюда, короче, ходит, плавает, 88 на загрузку и 94 на выгрузку, я чувствую, что на моем, скажем так, интернете в 1000 МБит, мы будем везде получать стабильную сотку, это хорошо для проверки вот таких вот роутеров, но 5 ГГц здесь отрабатывает, сказать, хороший он либо плохой, читаем отзывы на 4PDA, давайте переключим его в режим 2,4 ГГц, подключено и стартанем еще раз, в 2,4 он вот выдает, вы видите, да, 75, 76, 77, ну, крайне плохо, но вы должны учитывать, что все-таки, все-таки, данный роутер, ну, не самый лучший для домашнего использования, для ТВ-боксеров, для нас, по крайней мере, мы его так и рассматриваем, в 2,4 ГГц он выдает 78 на 74, я не гарантирую, что у вас будет так же, все зависит от устройств, я это тестирую на ноутбуке с MUMMO, достаточно серьезным модулем Wi-Fi, поэтому здесь вот так вот, протестирую еще LANRJ45, в принципе, ну, это стандартная сотка, стандартный 100 мегабитный роутер, я не буду рассказывать, какой он классный, как он это, я просто скажу, что китайцы меня наел, и LANRJ45 выдает вот стабильную соточку, это 92-94 мегабит на загрузку должно быть, и 92-94 на выгрузку, ну, вот он выдает 92, да, даже 9183, 94 с мелочью на выгрузку, отлично, 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 то есть стандартную сотку он выдаст, если нам будет необходимо, давайте подключим еще смартфон, я так протестирую, чисто ради приличия, но я вам скажу, не ахти какой роутер, подключаю на ASUS 5 ГГц, и стартую, вот так вот у нас идет тест скорости, и он выдает все, всю ту же сотку, ну, 9087-88 на загрузку, все то же самое, могу одновременно стартануть еще в 2.4, и вы увидите, вот на компьютере, вы увидите, что у нас, вот сначала она там подпросела, когда там стартануло, и мы видим, что у нас там набирает, но не так, конечно, как хотелось бы, слушайте, а если подключить 2 на 5 ГГц, одновременно стартануть, здесь начало набирать, после того, как здесь закончился тест, ну, такое, я вам скажу, не самое лучшее решение, вот именно на стоковой прошивке, хотя я думаю, что если прошить его на подаван, то он еще и поработает, давайте, go там, go там, и пошли посмотрим, это 5 ГГц, сети там и там, и мы видим четкое провисание, оно разделяет 100 Мбит на 2 устройства, то есть на 2, 53 здесь и 35 здесь, слушайте, ну реально оно разделяет, ну, это даже вообще ни о чем, то есть я данный роутер не рекомендовал бы брать, смотрите, 55, 37 на 7, короче, 100 на 100, у него 100 Мбит даже в 5 ГГц, Wi-Fi он делит между двумя устройствами, то есть приоритизация у него идет перед, все-таки, я не знаю, как он делит приоритизацию, у нас получается 55, 15 на 53, на 37, и 4, на 44, 80, он четко выдает сотку, ребят, больше не буду тестировать, роутер мы с вами увидели, настройки мы с вами увидели, переходим, резюмируем, что ж, из выводов скажу так, что если вы заядлый смартовый боксер, то этот роутер вам не подойдет, ни при каком раскладе, честно говоря, покупать я его не рекомендую, я его могу лишь рекомендовать, как роутер просто для людей, которым нужен более-менее качественный 2,4 ГГц, и то, если ваш тариф там меньше 100 Мбит в секунду, но за такие деньги можно найти варианты намного лучше, в целом роутер для 2020 года устарел, хотя он есть еще в продаже, и является неактуальным, грубо говоря, хотя у него 5 ГГц 2х2 и 2,4 ГГц 2х2. Если нравится то, что мы делаем, и наши честные обзоры, ставим пальцы вверх, если нет пальца вниз, обязательно подписываемся, с вами был Бабл на канале Технозон, пока, ребят.